Вот, девочки, в этом всё наши мужчины постсоветских стран. Я вам скажу, неважно, какая национальность, уродов хватает всегда, везде. Вы представляете, сколько мужчин, обиженных на жизнь, и по той земле, по которой они ходят, она плачет. В прямом и в переносном смысле. Потому что вы часто слышите, да, твой поезд ушёл, песок сыпется, нафталином воняет, земля плачет. Видите, вот этого красавца. Так я вам скажу, что как раз-таки, когда вот такие люди ходят своими ножками по той земле, которая их держит, она не то, что плачет, она рыдает. Я хожу по той земле, которая меня вдохновляет, меня радует, делает счастливой. Я по ней не хожу, я по ней летаю. И, девочки, я вам желаю, чтобы рядом с вами были мужчины достойные. И всегда, всегда будьте достойной женщиной для себя. Ни в коем случае не для кого-то. И, глядя сейчас на этот комментарий и на то, как я с вами сейчас разговариваю, да, никогда, запомните, никогда не опускайтесь до уровня человека, который вас пытается обесценить. И неважно, через каким путем обесценить. Возрастом, внешним видом, возможно, уровнем жизни. Неважно, возможно, как женщина. А сколько у нас таких живут вот с такими красавцами? Конечно, я рядышком со словом «красавец» поставила кавычки. Поэтому, дичули, внимательно-внимательно смотрите, кто вокруг вас. И я еще раз вам говорю, что никогда не ориентируйтесь на изуродованные души. Потому что тогда жизнь будет невыносима. А так всегда делайте, чтобы такие люди, в частности, мужчины, проходили мимо. А вы шли своим путем. И радовались жизни. И любили себя еще больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!